Фэдфорд Халк Халк, сэр Халк Халк Да и *** Поехали Swift Claw Это байкеры Да, блатклавцы на байках 20 поинтов, по-моему, охрененно Да Согласен Стало интересно, 20 поинтов Вот и все Как бы тут Только за счет этого можно что-то сделать интересно За 20 поинтов При Рейджи 3 атаки Неплохо Я считаю, надо думать Реально можно думать Единственное, что Special мало берут Да, ну и VF 3 Зато могут, как обычно, взять Как Black Templar Вот простой парень может взять Молоток там или что-то такое Или FIF По-моему, так, да? Да, да, может измелья набирать Ну вот, круто же И а так байк могут брать Отдел техники То, что наши маленькие драккары Они ничем не отличаются от мариновских Что Рейджер, что Рина Рина Бритвожок, да, одинаковая Дроп-поды Одинаковые Все это было Шторм Вулф Новая летала Наша новая корыта Новая посудинка Ну что? 215 поинтов Это почти Шторм Ревен Но При этом Выдает гораздо больше стрельбы Ну, если подумать так По-хорошему Две линкованные мультимельты Это много Чертовски много Линкованная Ласка И Линкованный Фрост Кэнон Да Да Что такое Фрост Кэнон? Маленький Бластик 6.3 Либо 8.1 Один выстрел И все это с правилом HellFrost Попал Нанес в инду Сядь даже на силу Не прошел До свидания Ну и вмещает 16 тушек в себя Да? 16 же он вмещает тушек в себя Смотрим Да, сыфтин 16 штучек При этом он на столкный транспорт До сих пор Керамитовое покрытие Ну и на 16 рыл Это перспектив дофига Да Да Единственное, что волки лезут куда Или не лезут? Не по нем Нет, не лезут Вот такие Нет, на ней бифты Там только пехота Тандервул в кавалерии Она подешевела Порядку подешевела По 40 штучек моделька у нас теперь Но все ее будут брать Потому что сняли ограничения на спешил бэппены Ну там молотки, щиты и прочее И самое главное То, что рейдинг теперь действует Даже если берешь оружие Да Да Это очень круто Более чем И Да, собственно, говорить-то больше о них нечего Потому что все и так знают про этот юнит Он стал только лучшим Все ограничения потерял Все Просто снесло в катушек Кавалерия в бой Кондристианские волки А то же самое, что и было по сути, да? Фаст атака Раньше можно хотя бы было в трубсу Какой-то взять Сейчас просто фаст атака Зачем она? Я не знаю пока По 8 поинтов такие волки Честно говоря Может кто-нибудь что-нибудь придумает Не, ну если кто-то разбафает Какие-нибудь там Сейвом, Энгулем Или филно-плеймент В принципе Можешь что-то получиться Да В принципе Наверное будут неплохие Скайклоу Да Это блатклавсы на джемпаках По сути, больше говорить Их ничего не надо Они стоят 15 очков Блатклавсы на джемпаках Готовятся точно так же Как и простые блатклавсы Просто транспортом, скорее всего, не нужно Сами долетят Да Ну Мне нравится Я вообще фанат того отряда Я считаю, что это настоящие викинги Они рвутся в ближний бой Дают по щам Ну Получают по щам Да Но утираются И снова лезут в бой Да И у Вальгалу потом Да Лэндспидеры Типичные банальные по-морски Можно пролистать Да Абсолютно одинаковые Вот Stormfunk Ганшип, который, да? Да, да, да У него 6 всего мест Зато То же самое Линкованные Опа Нет Откатимся обратно Я был неправ Да, там Мест уже нетругое Мельты у него покупаются По умолчанию у него В Stormstrike Ракеты две Heavy Bolter у него Heavy Bolter Два овенкованных Заменяются они на Все то же самое На мель Да Да Ну и большая разница Это Hellfrost Destructor у него Это большой Blast 6.3 И 8.1 Ну, либо 8.1 Лэнс И все с правилом Hellfrost Маленький Блаз 8.1 Нет Просто Hellfrost 8.1 Лэнс Во всем остальном Это не ассалтный транспорт Что довольно печально На 6 мест Ну, не знаю Кто его будет брать Тяжелая платформа Я думаю Буду брать Обнимаю Как раз таки Можем Самолетом Может быть Лонгфанги Ну Теперь по базе Они Один фанг Один лидер Да Стоят они по 15 У них У них Теперь Хуже правило Сплетфайр Только одна модель Стреляет Другую цель Это наших длиннозубов Подкосило Я считаю У пацанов Опустилась Моджо Да И нельзя больше делать Суровую Дакула Все поля И Ну, грусть Печаль Тоска Ракеты Крак Ракеты Не завезли Дешевые Так что Не знаю Мне грустно На них смотреть Да Пролистаем Вендикатор Верливинд Без изменений Это ужасный выбор Особенно Верливинд Это я считаю Когда есть на поле боя Игшная волшебная Виверна Да Конечно Наличие Верливинда Оно Оно Заставляет плакать Меня Как индейца Кредатор Вендрайдер Пролистаем Это все одно и то же Еще Пролистывай Еще Пролистывай Еще Пролистывай Вендрайдер Вендрайдер Еще Пролистывай Логан Гримна Лорд оф лор Это наш Один Если ему еще выколоть глаз Это получится реально Один Не, у него слепнира И гугнира нету А вот это вот что там Волки, видишь, бегут Это не слепнир Там мне 8 ног И гугнир Это А на что тебе Наденька бьет Набор Купишь набор Вот зачем нужны Финдрифиайские волки Чтоб покупали коробку И делали 8 ног На его коляску Ладья И копье им еще нужно Ладья У него ладья Есть теперь Он может Ее докупать 70 поинт Она крутая Четвертая Инвуль Все дела Ну что там еще Переводит все Пни в глунцы И дает Постоянно Каждый ход Кудыхар 5 дополнительных Атаж С трендингом 5 силы Или 4 атаки 4 атаки 5 силы С трендингом Ну волки Ну волки шрут Типа Волки шрут Во всем остальном Это крутой нарезатель 5 атак 4 лунды По традиции Второй сейф Инвуль Он и тернул Стопбор Ну я не знаю Парень на самом деле Стоит своих 250 поинтов Вот Топор Не на маленький формат Да топор Без изменений Одной рукой Ап3 С двумя руками Но само собой Не на маленький формат Конечно Потому что Парень все таки Дороговат Но модель Потрясающая Правила Хорошие Хорошие правила А как он Армию бафает? Бафает армию? Никак Он бафает армию Только в своем Суплайминге Будущем Сейчас никак Формации Они есть Теперь тоже В кодексах По умолчанию Это Great company Купите армию И сделайте себе Из нее одну Большую формацию Потому что Она огромная Там Вулф Лорд Баттл Гард Ну это Вулф Гард Лидер Что там еще? Вулф Гард Юнит 5 Грейг Хант Юнитов Один Скаут И три По выбору Либо Булковцы Скайклассы Да И два юнита Два юнита Лонг Фанга Это огромное количество Моделей И за все Это ты получаешь Первое Они очень много Воют За данных И все И фир Ну фир конечно мы знаем Офигенная Билка Очень полезная В этой игре А бывает Канайк И Я забыл, называется Ну, в общем, фишка детача Эта формация может уйти в оудфланг Кидаешь на каждый отряд, на шестерочку койт в оудфланг И струбши на 4 плюс Ну, нормальная формация, нормальная Это вот саги, которые патчили в боссе Раньше у нас были крутые саги Можно было раздать каждому крутую сагу И как-то пытаться Бекова даже обыграть ее Теперь сага это Warlord 3-ты Их не надо для него обыгрывать даже Бекова Там нету, по-моему, описания, как Бекова обыграть Нет И потому они еще и рандомно выпадают Ну, печально стало Во всем остальном, первая сага Вот Warrior War, например, да, реролит Теперь у нас что? В челленджи 2-хит Ну, что я? Ну, хреново, не антуражно Честно скажу, не антуражно Обозвать Warlord 3-ты сагами, это мало Это немножко меня огорчило Wargir, фанга, ну мы тут не бум Это он стандартный, вонгом все уникально Да, мы сами вырезали Так что, тут только фростблэйды всякие оставили Дающие последний силы и прочее Релики Релики Вот, релики довольно-таки неплохие Насколько я могу посмотреть Первый, армор Русо Второй сейф у нас Четвертый, инвуль И дополнительно в челленджи дает минус 5 пенальти К инициативе оппоненту Ну, по-моему, офигенская Да, но опять же, если у нас топор, то это как бы по барабану Нет, как раз не по барабану Потому вот в тех, кто топор и молоток Это броня и помогает хоть как-то ударить кого-то Bite of Fenris Это болтер, да? Абсолютно болтер с правилом Hell Frost Да, ну правда он еще может вот как бы немножко Отжарить 5-4 с игнором ковра Ну, это неинтересно Ну, либо 4-5 Hell Frost, либо 5-4 игнор ковра Ну, тут фигня Black Death Бот считает тоже неплохой артефакт Который дает плюс 3 атаки Если вас меньше в бою Да, если оппонента больше В ближнем бою Очень неплохой Ну и второй пэ Ну, это плюс 2-2 Аппеда Правда, бьешь последним Ну, потому что он тяжелый Да Всем остальным хорош Да Дюрфаст Хелм Хелм Дюрфаст Наверное, как в операх такая смешная каска Я вот уверен Посмотрим, может где-то будет варгер Реролл Тухит И в дополнение игнор ковра Носители Оружие Оружие Ну, а че нет Фигли нет, говорится Он дешевый Пэнксворд Отзывайся Ну, тут вообще Ну, по-моему, банальность Плюс 1 ксила Апп3 Рендинг И хеллфрост Ну, все, все, что нужно знать Ну, как бы, банальный факт В общем Вульфенстон Вот и крутая тема Да Зачем Вот, собственно, почему Рагнар не катит Носитель этого камешка Он раздает свой Раздает и себе И своему юнику Правило Фуриус Чардж То, что делает, собственно говоря Рагнар И в дополнение Рэйч Спасибо Носители Да Супер Просто охрененно По-моему, очень Антуражные артефакты Как бы Они без таких вот Там изюминных, да Там заворотов А по-викингски Прямые Вот, чтобы прям в нос И тяжелые И тяжелые Да, отлично Ну, тут Примарис, который Косплеит из себя Некронскую Тезлу Ливен Лайзинг Ну, как опустили Ливен Лайзинг Да, 18 Ну, просто опустили 18 дюймов Три выстрела Три выстрела И Типа косплеит Да Типа шок Да На шестерку Допунинг Ну, и Штормколер Это теперь Это шрауд На свой отряд Это у нас много Последнее время Шрауда Темпестес Рэф Вот, единственная Интересная скилла Потому что Просто интересная Милус-1 Баллистик скилл Отряду противника 18 дюймов Он все считает Опасным ландшафтом Сложным, точнее Опасным И сложным И при этом При этом Если техника Не мобиль То все модели Дюнити Которые имеют Джемпаки Джетбаки Джетбайки И летающие монстры Кричи Флайеры И скиммеры Они обязаны Пройти Денжерский рейн-тест Правда Они забыли Что У летающих монстров Мувфруковер Который Никаких тестов Но Разработчики Молодцы Они показывают Своим состоятельным Дизайнером Ну Третья сила И 2 до 6 выстрелов Ну Полное дерьмо Что тут еще В среднем В среднем Семь гантов Со Спайкраев Мурдерс Курики Опять Старая психосила Под новым Соусом Да За 2 обчарджа Солд 1 Ложебал Старей Четвертая сила Скажи мне Кого этот Смертельный Убийственный Ураган Может покарать Кого Я не знаю С тех пор Не знаю Два варп чардж Ну Не знаю Может быть Этих Маленьких Хоббитов 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 Точно Из нора Как полгодеть И заколбасить Фьюрио Звук спирит Да Тоже Стрелкова Психосила Тоже 2 варп чарджа Тоже 2 варп чарджа Шестая сила Без АП Солд 4 Либо пятая сила П2 Солд 2 Прецизан Шот Не Либо Сначала Это А потом Вот так А вот И ярость Герри Все Ясно Ясно Ну типа Круто Типа Поломный Паверный И убивает Кого-то Кого-то Ну и Челюсти Я посветовал На челюсти У нас были Челюсти Превратили в Шестой Спелл За 2 варп чарджа Фокус Вичфайр На одну Единственную Модель Тест на Инициативу Монстр Кричи Проходит Автоматом То что Раньше Было Мбой Превратилось В Охо Да Ну все Как об этом Говорить Печальная Печальная Школа На самом деле Очень печальная Очень печальная Берите Дивенацию Либо Мбой Новинки Седьмой редакции Обжектиру Как у Орков Заменяется Первый Раздел Где Скорь Одни Точки На свои Пафосные Бэковые Классные Обжектиру Такие Как Убить Персонажем Монстра Технику Получить Поинт Заработать Сагу Задифендить Два Хода Подряд Ну и прочее 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 Бэковые И очень Антуражные Круто Кстати Вот они ГВ Ты же выпустил Эти карточки Обжектиру Карточки Маги В этом наборе Очень Очень круто Я считаю Такие наборчики Это шикарно Как у Орков Да Согласен Подытожим Кодекс Кодекс Получился На мой взгляд Странным С одной стороны Много что Сделали лучше Удешевили Разнообразили С другой стороны Не прослеживается Яркой Какой-то Волчьей Позиции Да Согласен Я бы даже сказал Не хочется Пересмотреть Тринадцатого Война После Прочтения Этой книжки Потерял Кодекс Всякие Интересные Варгиры Интересные Спецправила Боязнь Телепортации Вырезана Теперь Волки Дипстрайкаться Ну Последние Книжки Полный Артум Да Сказано Что боятся Но могут Боятся Но могут Боятся Но могут В общем Немножко потерял дух Книжечка Да В плане Павера И играбельности Вот я считаю Вот так Нету перегибов Нигде На мой взгляд Да Ну нету перегибов Как и орков Вот так сделана Книжка В общем Покупать Кодекс Можно Играть им Можно Здесь Разбавлена Вот эта вот Небольшая серость С всякими Детачами Супплайментом Будущим Кстати да В супплайменте Я как мельком видел Очень шикарный Просто супплаймент Там столько формаций Столько возможностей Кула Как у Гаскула Да То же самое Там 8 или 6 формаций И они Очень шикарные Свои правила Свой уникальный вардир Ну зато вот Артефакты Да И там возможно Мы увидим Чуть-чуть побольше Душка-то Викингского Северного Нортического Чем в этой книжке Ну ладно Спасибо всем Что смотрели Подписывайтесь Лайкайте Ждем вас еще На просторах Крик мы-то несу До свидания Всем Покупайте Книжки Покупайте все Покупайте все И мандарины Мандарины И гречку Скоро рожать-то нечего будет Да Пока Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok